Мы отопление пытались с утра восстановить, подачу отогрели, обратка разорвана. Для того, чтобы продолжать отогревать и запускать дом, нужно электричество. Мы в курсе, что вы подали на второй подъезд, но наши электрики не хотят на себя брать ответственность подключать, так как кругом все в воде, и есть вероятность того, что мы подключим, и ночью он просто полыхнет. И сейчас отопление просто замкнутый круг. Чтобы продолжать восстанавливать, то есть гебы надевать или еще что-то, нужно электричество, электричество нет. Поэтому на данный момент остановлено. Холодная вода полностью не подлежит разморозке, так как там пластиковые трубы, они разморожены, кран уже отвалился, просто сломался. Материальная помощь от депутатов и от муниципалитета будет оказана максимально в быстрое время. Мы стараемся это сделать буквально за неделю. Три человека, которые у нас ночевали в непоседе, значит, пока продолжаем ночевать. Питание мы оставляем за собой трехразовое, как и договаривались. Если у кого-то возникают проблемные, какие-то конфликтные вопросы, ну, я не знаю, там, где необходимо сейчас проживать, вот как мужчина там с тещей сказал, я не смогу, там много людей. Много людей, все. Сначала было два человека, потом вот по ходу мы нашли еще одну комнату. Если надо, вам сегодня же, сегодня тогда этот вопрос тоже решили. Если вдруг кому-то еще требуется, сразу дайте сигнал, как говорится. Если есть возможность все-таки у родственников сейчас пожить, поживите. Поживите пока. Резервы. Какой круг-то, да, пожить-то. Значит, могу еще раз только повторить о том, что в рамках той программы, которая на сегодняшний день по переселению действует, из 93 домов, которые все признаны, клопятники, признаны по всему городу у нас, начиная от года, у нас есть вот в первую программу, первую, вторую, третью программу попали все дома, которые были признаны до 1 января 2017 года. 19 домов. Мы их в этом году расселяем. Ваш дом стоит... 58-й, мне кажется. 58-й. 58-й на данный момент. 2-й мы уже расселили, у нас двинулся. 58-й. Но приоритет-то должен быть со случившимся. Ну, давайте так. Я сейчас не имею права говорить вот за людей. Тут очень сложный момент сказать, кого надо из тех домов, которые мы уже обозначили, убрать, с тем, чтобы вас поставить. Вы поймите правильно. Я не могу взять... Если у нас случилось, мы бы слово не сказали. Я еще раз говорю. Все люди каким-то образом жить, здесь у нас вообще жить нельзя. Да, просто. Вы зайдите туда и попробуйте остаться там. На 2 часа. На 2 часа хотя бы зайдите и останетесь там. Да там полчаса хватит. Не убеждайте. Я вчера после вашего отъезда, ночью там был, прошел все квартиры, которые можно было пройти. Естественно, не заходил в те, в которые невозможно заходить. Я понимаю, что там жить невозможно. Вообще никак. Жить, да, особенно в первом подъезде. Жить невозможно. Я вас прекрасно понимаю. Поэтому сейчас будем пробовать с тем, чтобы или дополнить жилищный фонд в рамках ЧС, или кого-то заменить. Но 100% сейчас гарантии я вам не могу сказать, потому что я не имею на это право. У меня законного права сейчас нет. Чтобы вас не обманывать, говорю как есть. Поеду в правительство, буду общаться с председателем правительства. Сегодня, что называется, уведомил о ситуации. И, естественно, это нестандартное решение. И сейчас на него вот так вот по щелчку никто не ответит. Наша основная задача, чтобы вы были расселены по знакомым, по родственникам, или там, у кого нет возможности проживать. Не посидели где-то в другом месте. Это первое. Второе. Максимально оказать материальную помощь. И постараюсь в ближайшие дни какое-то решение вам подобрать. найти и вас уведомить.